230 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в минувшие сутки в 22 югорских муниципалитетах. В лидерах антирейтинга по-прежнему Сургут, 35 новых пациентов. В Нижневартовске тесты показали положительный результат 29 раз, в Ханты-Мансийске 21. На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 62 заболевания сопровождается пневмонией. 8 человек переносят инфекцию без симптомов. Под наблюдением медиков сегодня находится 11 456 человек. Состояние 148 врачи оценивают как тяжелое. 96 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем за сутки в Югре от коронавируса вылечились 244 человека. Таким образом за весь период пандемии в Югре 34 506 выздоровевших пациентов. Сургутский школьников собираются перевести на смешанное обучение. Об этом сообщили на брифинге в городской администрации. Вопрос сейчас в стадии обсуждения. Предполагается, что две недели ученики будут посещать школу очно для изучения нового материала. Еще две недели будут учиться в дистанционном формате. Сейчас прорабатывается вопрос об обеспечении безопасности очного обучения. К слову, в Сургуте сегодня из 30 общеобразовательных организаций 13 работают в обычном режиме. На карантин закрыли 25 классов школ города и 15 групп в детских садах. Знания в дистанционном формате сейчас получает пятая часть школьников с 6 по 11 классы. Конечно, очень сложно развести потоки. Это самая главная задача, которая перед нами стоит. Чтобы разведение потоков было, чтобы, конечно же, минимизировать риски заболевания, распространения коронавирусной инфекции. Мы будем стараться максимально переводить на очное обучение те основные предметы учебного плана, которые сегодня выбраны и которые диктуют нам федеральный стандарт образования. Когалым, Нягань, Урай и Покачи в следующем году представят свои проекты комфортной городской среды на конкурс Минстроя. Об этом стало известно на заседании Совета по развитию местного самоуправления Югры. В этом году на федеральный конкурс от Югры подали 117 проектов из 57 городов и поселков округа. По итогам конкурса в этом году проекты Когалыма и сельское поселение Русинская войдут в федеральный сборник лучших практик. Наш регион занимает 5 место среди субъектов России по реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В этом году в Югре благоустроены 64 общественные площадки и 79 дворов. Общий объем финансирования составил почти 874 миллиона рублей. На заседании предложили проводить окружной конкурс лучших проектов благоустройства. Этот проект благоустройства как никакой мобилизует граждан в обсуждении, в реализации этих проектов благоустройства. И в конце концов это выливается в улучшение качества жизни наших югорчан. За первый месяц работы специалисты Центра управления регионом отработали более 3000 обращений югорчан. Больше всего вопросов и предложений поступило от жителей крупных городов. Сургута, Нижневартовска, Нефтьюганска и Ханты-Мансийска. Среди районов самым активным оказался Сургутский. Чаще всего свои проблемы жители округа озвучивали в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники. Большинство вопросов касаются коммунальной сферы, лечения и профилактики коронавируса, здравоохранения и соцобслуживания. Также югорчан волнуют темы благоустройства, качества и ремонта дорог, отлова бездомных животных. Специалист ЦУРа отслеживают сообщения югорчан и помогают наладить связь с органами власти. Благодаря этому в Сургуте снесли ветхие расселенные дома. Горожане сообщили, что у покосившихся строений часто гуляют дети. В Нижневартовске оперативно закрыли провалившийся люк, а в Лангипасе вывезли строительный мусор возле жилого дома. На новых речных судах Югры будут обеззараживать воздух и обеспечат доступную среду. О реновации речного пассажирского транспорта рассказали в прямом эфире губернатора. В ближайшие два года в Югру поступят четыре новых метеора. Они отличаются повышенным комфортом с предусмотренной системой кондиционирования. В том числе, что важно в борьбе с распространением COVID-19, обеззараживанием воздуха, современным отоплением Wi-Fi и телевидением. Безопасность на таких судах будет обеспечивать система видеонаблюдения, а доступную среду – удобная посадка и высадка пассажиров. В новых судах также учитываются требования качественного отдыха экипажа, что снижает риски возникновения аварийных ситуаций. Судебные приставы предложили югорчанам узнать о своих долгах, если они есть. Одноименную акцию традиционно запустили в преддверии Нового года. Всю информацию можно получить в банке данных судебных производств. Этот ресурс работает на официальном сайте Управления службы судебных приставов по Югре. Цель акции – научить население самостоятельно получать информацию и не допускать накопления долгов. Параллельно с этим проводится информационная кампания. Любой желающий может разместить на своей странице в соцсетях селфи с хэштегом «В Новый год без долгов» оплати долги, узнай о своих долгах, проверь себя на долги. В Югре проходит региональный этап международных рождественских образовательных чтений. Они посвящены великому полководцу, святому Александру Невскому, его роли в становлении Руси как единого православного государства. Более 200 участников чтений в режиме онлайн обсуждают аспекты развития программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Югры. В рамках чтений подпишут соглашение между Ханты-Мансийской митрополией и Департаментом образования Югры по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Конечно, время сегодня непростое, мы не собираемся вместе все в одном зале, но, тем не менее, коммуникации сегодня позволяют нам на расстоянии обсуждать темы, проблемы и, конечно же, планировать дальнейшие наши совместные труды во благо, скажем, и духовного здоровья нашего общества, и патриотического в том числе. В Югре стартовали предпраздничные рейды по магазинам пиротехники. По словам проверяющих, с каждым годом специализированных киосков становится все больше. Так, в Нижневартовске пару лет назад их насчитывалось всего 10. В этом году кожнодзору предстоит проверить 24 магазина. Требования к продавцам салютов довольно строгие. Главное, на чем акцентируют внимание инспекторы в этом году, у покупателя не должно быть прямого доступа к товару. Брать пиротехнику с полки может только продавец. За нарушение правил пожарной безопасности югорчане могут получить штраф. Те точки, которые были ранее открыты, они уже все эти требования выполняли ранее. И уже знают, и, скажем, выполняют. Больше, скорее всего, здесь склонность к каким-то хаотичным продажам на перехнические изделия. То да, да. Их сложнее именно учитывать, потому что регистрация их не ведется. Ну и, соответственно, выявлять их сложно в тем, что приходится проводить именно постоянный мониторинг. И подключаем именно сотрудников полиции. Есть неопытные люди. То есть мы, когда продаем салюты, мы всегда им объясняем, как правильно использовать его, потому что люди думают, что там можно его чуть ли не с балкона пускать. То есть мы все это объясняем, что категорически это все запрещено там. То есть обязательно его нужно там правильно поставить, не переворачивать. В Белоярском провели забег в поддержку медиков. Дистанция небольшая, всего один километр, чтобы взбодриться и зарядиться энергией. Укреплять свое здоровье необходимо постоянно. Эту мысль организаторы мероприятия постарались донести до белоярцев. Здоровый образ жизни и спорт, хорошая поддержка иммунитету в сезон простуд. Среди участников забега сотрудники больницы и администрации, народные избранники. Поддерживают врачей сейчас и словом, и делом. Например, местные депутаты проводят уже не первую акцию в поддержку людей в белых халатах в условиях пандемии. За счет сборов членских износов, поддержки фракции депутатов, переносили им средства медвозащиты. Также мы приняли решение буквально накануне также собраться с средствами и закупить продукты питания и до конца года будем их разносить по пунктам нашей больницы в поддержку наших медиков, которые сегодня на передовой след. Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» одержал выездную победу. Накануне подопечные Владимира Колесникова начали заключительную серию игр в этом году. Соперником югорчан была Ухта. В первом поединке газовики без особого труда добились победы. В середине первого тайма счет открыл нападающий югорской команды бразильский легионер «Щимба». Хозяева в дебюте второго игрового отрезка выровняли положение на табло, на что «Газпром» ответил точными ударами Афанасьева, Шестерова и Пирогова. Получив комфортное преимущество в счете, югорчане расслабились и набрали критическое количество фолов. Хозяева воспользовались одним шансом и с 10-метровой отметки ушли от разгуровного поражения. Итоговый счет 4-2. Сегодня команды сыграют второй матч.